Всем привет, с вами InformTV. Елена Кондулайнен, советская и российская актриса, отечественная Мэрилин Монро, артистка эстрады, звезда фильмов «Зверобой», «Русь изначальная», «Болотная стрит» или «Средство против секса». Закат Советской империи ознаменовался появлением в стране первого секс-символа, которым и стала актриса Елена Кондулайнен. Родилась эта эффектная блондинка в селе Ленинградской области в 1958 году. Елена поступила в училище на музыкальный факультет, но на одном капустнике сыграла в юмористической постановке. Созданный ей образ оказался настолько убедительным, что весь преподавательский состав посоветовал ей перевестись на театральный факультет вуза. Подумав немного, Елена так и сделала. В это время она также начинает сниматься в кино. Одной из самых запоминающихся работ того времени стал фильм «Русь изначальная». С началом 2000-х Елена вновь появляется на экране, но уже в сериалах. Помимо гротескной картины Охлобыстина «Даунхаус», Елена сыграла в знаменитом украинском многосерийном фильме «За всю тебя благодарю». Засветилась она также в небезосвестном российском ситкоме «Интерны». В 2005-м бывшая студентка дирижерского отделения вспоминает о музыкальном призвании и создает альбом «Одинокая волчица», песни из которого становятся популярными. Личная жизнь у Кандулайнен была насыщена, а актриса побывала замужем целых четыре раза. В молодости она, помимо частых браков, вела довольно вольный образ жизни. Первый муж актрисы по профессии преподаватель был старше Елены. Роман развивался стремительно, но даже рождение первенца не смогло предотвратить развод. Пара рассталась через некоторое время. Со вторым мужем, бизнесменом Сергеем, в котором Елена, кстати, души не чаяла, они даже обвенчались. В семье актрисы появился еще один ребенок – сын Михаил. Всего у Елены двое детей, они оба строят карьеру, старший из них счастливо женат. К сожалению, вскоре и этот брак Елены распадается. Она долго переживала развод, в ее жизни случился кризис, который ознаменовался смертью матери и ее собственной болезнью. Помимо этого, возникли проблемы со здоровьем у сына Александра. На некоторое время актриса ушла из профессии. В этот период она общалась только с близкими друзьями. Окончанием тяжелой полосы в жизни стал третий брак, но и он продлился недолго. В 52 года актриса вновь выходит замуж за молодого предпринимателя Дмитрия, который был младше ее вдвое. Но и эти отношения вскоре завершаются. В интервью однажды Елена обмолвилась о том, что она не прочь и в третий раз стать матерью. И это возможно, так как она обладает хорошим здоровьем и находится в отличной физической форме. Свои слова она регулярно подтверждает обилием снимков провокационного характера. Совсем недавно, отдыхая с последним супругом, на Мальдивах, она снялась практически обнаженной на фоне южного побережья. Последние годы актриса стала меньше работать. Если раньше в день она выходила на сцену 3-4 раза и участвовала в 8 антрепризах, то сейчас больше уделяет времени отдыху. А как вы считаете, должна ли женщина в ее возрасте уже вести себя более скромно? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok